привет друзья приветствую вас на своем канале и сегодняшнем видео речь пойдет о нашей территории кто находится за домом здесь у нас есть немножко земли также небольшая площадка где мы планируем сделать небольшой что-то типа аквариум маленький садик место для отдыха все это пока в разработке а сегодня я нахожусь здесь и для вас хочу снять ролик и показать вам кое-что интересное к нам сегодня пришла вот такая вот посылка она была закрыта запечатана а что нас ждет в этой посылке давайте посмотрим вот такие вот интересные растения вот нам пришел вот такой лист с магазина туин флора той на нидерландском переводится как сад и соответственно перечень всех наименований которые мы заказывали а что мы здесь заказывали сейчас вы увидите я наверное не буду по списку вам все показывать а покажу просто растение вот в таких вот в озонах они в дырочку для того чтобы воздух и уже на растениях если видно вот уже почечки палки втыкнуты для того чтобы не помять эти растения и мы будем заниматься сегодня высадкой этих растений вот их несколько а что здесь я сниму видео с компьютера чтобы показать как выглядят эти растения мы заказали довольно таки много на 77 евро если мне не изменяет память сейчас давайте посмотрим а вот 74 нет 7770 потому что доставка 290 вышла и налог 9 процентов 6 евро 42 так что не дешевое удовольствие скажем так не могу сказать что мы прямо очень много всего заказать а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот в таких вазонах у нас 3, 4 и вот 5, 1. Посмотрите, как тут уже он распустился. Прям листик. Артикл тут записан. Вот в таких 5 вазонов. А остальное у нас в пакетах. Пересыпано, соответственно, вот эти у нас соломой. Вот эти пакетики пересыпаны соломой. Остальные просто вот так вот в грунте. Вот такие вот, как их назвать, корни какие-то. Ну реально корень, смотрите. Главное, что на каждое растение пишется, сколько надо замачивать в воде. Здесь вот описание даже сейчас видно. Когда садить, на каком расстоянии. Вот 25 сантиметров. Когда. Ну короче, на нидерландском написано. Честно говоря, я не понимаю нидерландский. Поэтому я перевяжу в гугл переводчики. Все. И все понимаю. То, что мне надо понять. А сейчас я вам покажу, как выглядит наш... Я не могу назвать это садом. Территорией, скажем так. Честно говоря, это территория моего мужа. Интерьером в доме занималась я. А именно садом буду называть это сад. Потому что по-нидерландски эта территория вся называется Туин. Ну мы, соответственно, называем по-английски это Гаррин. А по-русски сад. И вот сейчас эта территория принадлежит мужу. Он сказал, ничего не трогай, я все сделаю сам. У него была эта джакузи еще, когда мы жили на ферме. Она не очень такая новая, скажем, мягко говоря. Он хочет в этом джакузи развести рыбу. Да-да-да. Это звучит очень странно. Так как я мечтала поставить джакузи на солнышко. Вот такие вот у нас пальмочки есть. По краям. Ну создать как бы красивую такую обстановочку. И летом тут зависать. Но у моего мужа абсолютно другие планы по поводу этого. Он не любит такую локшери жизнь. Он более приземленный человек, скажем так. И он хочет вот эти два больших фильтра установить в этот джакузи. Фильтры будут находиться вот в этом уголочке. Хочу сказать, что солнце здесь у нас вот именно в этом месте находится полный, целый день практически. Что нельзя сказать о всей территории этого сада. Так как здесь очень мало земли и большая тень. Обратите внимание, что здесь земли. Вот буквально вот эта полосочка. И вот сюда вот она уходит. И все. Вот это сарай. Вот вход с той стороны. Мы там складируем ненужные вещи. И получается, что на вот этом участке земли нам надо расположить красиво цветущие растения. Что я хочу сделать? Ближе вот к этому бортику посадить низко растущие растения. У меня, я вам уже показывала, есть синенькие и красненькие. Думаю, что буду чередовать синие с красными. А уже ближе к самой стене я посажу высоко растущие растения. Это будет гортензия и другие. Также есть еще часть сада в эту сторону. Здесь тоже творится капец. Вы видите, что здесь еще есть аквариум, который тоже очень любит мой муж. Он хочет его поставить в другое место. Тоже будет рыбу разводить. Здесь тоже есть участок земли небольшой, где тоже я должна что-то посадить. Вы можете обратить внимание на забор. Что забор здесь довольно-таки страшный. Видите, он прям такой, как полинявший. Буквально все цвета радуги. Он и зеленый, и серый, и такой беленый. И какие хотите. Видите, оттенки, что очень мне не нравилось. И когда я сюда переехала, что я сказала, давай покрасим забор. На что он мне ответил, мой муж, что заборы в Нидерландах не красят. Я говорю, ну посмотри, какой он страшный. Это просто ужас какой-то. Там у нас, кстати, калитка, выход на заднюю площадку. Он говорит, нет, нет, в Нидерландах заборы не красят. Это все потому, что здесь очень влажный климат, и постоянно идут дожди. Если красить забор краской, он говорит, что это надо будет два раза в год как минимум красить этот забор. И обдирать краску, и новую красить. Это много мороки и много проблем. Для того, чтобы было меньше проблем, люди покупают вот такие заборы, которые пропитываются специальным веществом. Они водостойкие, водоотталкивающие, скажем так, и не гниют. Они максимум, что могут сделать, это поменять цвет. Но они не гниют. И это дерево служит очень долго. Во-первых, это специальное дерево. Во-вторых, оно пропитано специальным веществом. И выглядит, конечно, ужасно. Мне ужасно это не нравится. Но Нидерланды, вы знаете, за минимализм. Здесь все, что просто, это круто. Самое простое решение, это считается самое правильное решение. Ой, конечно, у нас разница в культуре и разница в менталитете. Поэтому у нас часто возникают недопонимания в этой сфере. Так что, друзья, вы не думайте, что если вы приедете в другую страну, в Европу или в Америку, к примеру, у вас будет все классное, все в шоколаде. Нет. Первое, с чем вы столкнетесь, это недопонимание, разница в менталитете, разница во вкусах и так далее и тому подобное. Первое время, скажу вам откровенно, есть какие-то, конечно, симпатия, любовь, такое, знаете, все красиво, эйфория такая. Но когда проходит 2-3 года, вы возвращаетесь в реальную жизнь, вы уже по-другому видите эту страну. И вы тогда начинаете видеть очень много недостатков. А так как я с южного региона, это цветущий, теплый край, для меня вот немного такая дождливая и пасмурная погода в Нидерландах очень даже не подходит. Тем более их менталитет, у них все такое простое, много дерева, натуральность. У них не принято как-то одеваться ярко. Какие-то там женщины, что подевались в серьги яркие, украшения, какие-то туфли на каблуках. Здесь очень мало. Только если это в большом городе, как Гагар, Атен-Дам, Амстердам, там вы еще можете увидеть ярко одетых женщин. Скорее всего, это будут иммигранты. Здесь вот в маленьких городках на периферии вы такого не увидите. Так что экспериментируйте, приезжайте в другие страны, поживите. И вы увидите, какая колоссальная разница. Итак, спасибо, что были сегодня со мной, смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить лайк. Я не просто выпрашиваю вас эти лайки и не просто прошу подписаться на мой канал. Это очень важно для продвижения моего канала. Так как какое-то время я не занималась каналом, и он затух. А сейчас я хочу как бы возобновить все и работать дальше. Поэтому мне очень важно, чтобы вы поддержали меня. Спасибо. До скорой встречи.